Третья волна самая беспощадная и непредсказуемая. Вывод от медиков, которые с ковидом в красной зоне сражаются ежедневно. В инфекционном госпитале ЦГБ уже 634 пациента, тогда как мест всего 711. К сожалению, в нашем стационаре и вообще в Ульяновской области лица подвержены данному заболеванию достаточно молодые. Младше 40 и даже есть малше 30 лет. Течение данной инфекции намного агрессивнее и сразу же проявляется более агрессивным и злостным течением с поражением всех органов и систем. На Безмалова 700 больных около 2000 сотрудников ЦГБ. Понятно, что это полный список как медиков, так и обслуживающего персонала. В начале пандемии многие из них трудились в закрытом режиме, ночуя в гостиницах, в отрыве от семьи. Год спустя все стало проще и вместе с тем сложнее. Вирус постоянно в движении, меняя штаммы и симптоматику. Он передается фекально-оральным путем. Это новые сведения, последние, которые получены, считают, что вирус выделяется в фекалиях больных. Также он передается контактно-бытовым путем и передается воздушно-капельным, воздушно-пылевым путем. Вирус, как я сказала, высококонтагиозный. То есть при нахождении с больным человеком на близком расстоянии, даже при разговоре, при чихании, при кашле, есть риск инфицирования. Прежде говорили, 80% переносят болезнь легко. Оказалось миф. Без пневмонии обходится, но не столь высокий процент инфицированных. Так что пенсионер Чернов получается скорее исключение. Переболел на дому без осложнений и пошел на прививку. А что боятся? Все же от гриппа, все же вакцинируются, прививки делают же. Это то же самое. Тоже, но для многих не гоже. Всего укололось 39 миллионов россиян. 272 тысячи из них – наши земляки. В наличии четыре вакцины – Эпивак, Ковивак, Спутник Ви и Спутник Лайт. Открыто 50 пунктов. Проблем с поставками в настоящий момент не отмечается. Бывают такие случаи, что после первой вакцины заболевают. И поэтому еще больше недоверия к вакцине происходит. То, что мы как бы вакцинировались, а почему ему не сетать? Ну, как бы нет. После второй вакцинации, спустя определенное время, да, он появится. Привьем 60% населения региона и страны выйдем на победную прямую. Медики видят такой путь, а мы видим их усилия. Медицинские работники продолжают поддерживать своих пациентов кислородом и прочими профессиональными умениями. Ну, а правительство Российской Федерации, в свою очередь, поддержит медицинских работников рублем. Уже известно, что все ковидные дотации будут продлены и для врачей, и для медсестер, и для младшего медицинского персонала. Ну, а на все на это из бюджета страны выделено порядка 46 миллиардов рублей. Татьяна Домоданова, Юрий Тимонин и Геннадий Бухтояров. Репортер 73.